Певец Прохор Шаляпин намерен добиться от вдовы Армина Джигарханяна и своей бывшей возлюбленной Виталины Цымбалюк Романовской извинений, а от СМИ удаление публикаций, в которых, по его мнению, она опорочила его честь и достоинство. В распоряжении оказалась копия досудебной претензии, которую Шаляпин и представляющий его интересы звездный адвокат Александр Бенхин направили в адрес пианистки и двух изданий. Требую в течение 10 дней от администраторов сайтов, редакции СМИ удалить ложные сведения, порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение, а гражданку Цымбалюк Романовскую призываю принести официальные извинения и содействовать удалению и дальнейшему нераспространению ложных и оскорбительных сведений обо мне и моих близких, говорится в претензии. Как пояснил Александр Бенхин в комментарии, досудебные претензии, это предупреждение Шаляпина в адрес Цымбалюк Романовской о том, чтобы она не играла с огнем. Привецы его защиты не хотят сразу обращаться в суд, поскольку все-таки речь идет о людях творческих и которых некогда связывали романтические отношения, отметил Бенхин. Между тем, публичные высказывания вдовы Джигарханяна о Шаляпине, допущенные ею в последнее время, вполне позволяют привлечь ее к ответственности без всяких предупреждений, подчеркивает адвокат. То, что госпожа Цымбалюк Романовская себе позволяет, подпадает под статьи административного и гражданского кодекса. В гражданском это называется нанесением ущерба чести, достоинству и деловой репутации, в административном кодексе есть статья оскорбления. По этим двум статьям мы однозначно можем выиграть любой суд, заявил Бенхин. Более того, продолжил адвокат, при желании Цымбалюк Романовскую можно привлечь к ответственности даже по уголовным статьям о клевете и неприкосновенности личной жизни. Бенхин добавил, что он и его доверители уже составили и отправили предупреждение об ответственности и требовании снять с эфира ряд подготовленных программ Федерального канала, в которых, по их сведениям, также порочится честь и достоинство Прохора Шаляпина.